Всех хлоу! Сегодня поговорим о страшном и ужасном задании 32-38 ЕГЭ по английскому языку в котором все допускают ошибки ну, кроме тебя, потому что ты посмотришь это видео до конца Меня зовут Марина Лесковец, я ваш учитель английского и я помогаю вам готовиться к ЕГЭ по английскому языку ну и учить, собственно, английский Сегодня пойдет речь о задании 32-38 из ЕГЭ, раздел лексика и грамматика Смотрите, как оно выглядит Это задание типа multiple choice Что такое multiple choice? Это когда у нас есть выбор, мы можем выбрать, что поставить в пропуск Что представляет из себя это задание и почему оно такое коварное? Ну, ничего особенного в нем нет Это просто небольшой текст, пропуски и нужно выбрать, что в этот пропуск поставить Вы спросите меня, и в чем тогда такой страх, и чего там все делают ошибки? Ну, все дело в том, что это задание, во-первых, высокого уровня сложности То есть лексика будет уровня B2 Собственно, это уровень ЕГЭ, B2 или upper intermediate level Таким образом, если вы не успели запомнить Много фразовых глаголов, устойчивых выражений, глаголов с предлогом Существительных с предлогом, прилагательных с предлогом И вообще вот большой пласт лексики Если его случайным образом нет в вашей голове То он случайным образом там не окажется И, конечно, вам может повезти, и вы выберете методом научного тыка Правильный вариант Но чаще всего это не работает Потому что те же самые глаголы с предлогом Они не всегда поддаются логике Как с предлогом место The book is on the table То есть на поверхности стола она лежит Но все не так просто Есть и много сложных глаголов Ну, например, очень часто встречаются в ЕГЭ Depend on something Зависеть от чего-либо И какая логика? Ты просто или знаешь это, или ты этого не знаешь Или ты знаешь, что go on, carry on Это фразовые глаголы, которые обозначают continue Да, продолжать что-то делать Опять же, если у тебя или, или у тебя есть эти знания, или их нет Вот в этом особенность и загвоздка этого задания Совершенно резонный вопрос А каким образом я вот так возьму И по мгновению волшебной палочки Все эти слова в свою голову запущу Как преподаватель с достаточным опытом Могу сказать, что если вы видеваетесь на такие штуки Как вот, пожалуйста, возьми этот волшебный чек-лист Скачай его И все, 32.38 у тебя в кармане Да, там будет часть полезной лексики, безусловно Кстати, у меня в группе ВКонтакте тоже очень много полезной информации В том числе и по заданию 32.38 Обязательно заходите, подписывайтесь И скачивайте эти чек-листы Но нужно понимать, что все-таки Здесь волшебства-то не будет И этот лист вы никак не свернете И не засунете себе в голову И там вау, и все будет работать Все дело в том, что лексика и грамматика Друг без друга не существуют То есть каждое знание мы должны с вами накладывать на практику Но practice makes perfect Это девиз в моей работе Девиз в моей жизни И в подготовке к ЕГЭ Поэтому вот если следовать этому золотому правилу Practice makes perfect То есть вы учите определенный ряд глаголов Например, фразовых устойчивых выражений Уровня B2 Кстати, откуда, вы спросите мне, можно взять Эти самые слова Например, в любом сборнике Уровня B2 Например, по подготовке к FCE Возьмем учебник Laser Вот так вот он выглядит И в конце учебника всегда есть список лексики Я все-таки не являюсь фанатом заучивания То есть, конечно, в идеале Нужно все эти юниты проходить в учебнике То есть каждый юнит логически связан с последующим Там обязательно сочетаются грамматические правила Лексика Потом много упражнений на отработку этой самой лексики И эту лексику мы с вами должны прогнать Через все виды речевой деятельности Слышу, да, аудирование Читаю, да Пишу, да, письмо Говорение И когда вот эта цепочка замыкается То таким образом мы с вами заучиваем Мную фразу Или много фраз и выражений И при встрече с этим выражением Злополучным или уже не таким долополучным на экзамене То все прекрасным образом получается Мы не делаем ошибки То есть рекомендация номер один Это, конечно же, просто полномерные, адекватные занятия с преподавателем Либо, если у вас достаточный уровень знаний Вы просто можете взять учебник Teacher's book Учебник для учителя Где каждый урок прописан То есть что, зачем должно идти То есть вы решаете, сверяетесь с ответами Таким образом вы тоже сможете подготовиться Просто при должной организации И определенном уровне знаний То есть как минимум у вас должен быть Б1+, чтобы вы смогли это сделать Это очень кропотливая работа Но я всегда за то, чтобы ответственность Брать на себя То есть если вы готовы это сделать Да, пожалуйста, пользуйтесь Это однозначно принесет результат В первую очередь для заданий 32-38 Потому что задания 32-38 Это не просто список лексики А это уже определенный багаж знаний Лексики, грамматики, синтаксиса Вообще всего-всего-всего в вашей голове Которое позволяет вам без ошибок Решить это задание Вот в этом основной лайфхак, дорогие друзья То есть все, что выдает, скажем так, масса Масс-медиа про 32-38 Везде вы слышите Вот выучи, выучи лексику Выучи лексику и будет тебе счастье Но блин, все ученики продолжают Совершать ошибки в этом задании 32-38 Поэтому я со всей ответственностью заявляю Что задание 32-38 не про список лексики Да, это часть этого Но это не работает на 100% 100% То есть вам необходимо просто полномерно заниматься И это принесет желательный результат Еще я бы рекомендовал вам учебник English Collocations in Use Они есть разного уровня На самом деле можно взять и Intermediate Level Который замечательно подойдет Там много устойчивых выражений Фразовых глаголов Глаголов с предлогом Именно по всем лексическим темам Которые есть в кодификаторе ЕГЭ И они тоже очень круто прокачают вашу лексику Вот почему нужно брать именно учебник Потому что там дается сначала теория Да, лексическая И далее упражнения на отработку Нужной нам лексики И вот это идеальное сочетание Теория и практика Теория и практика Ну, собственно, это обычная структура Обычного занятия с преподавателем Очень многое рассказало, наверное, об одном и том же Но, знаете, мне хочется вот как-то немножко Протрясти YouTube Протрясти учеников В чьих головах вот какой-то немножечко мусор Вот потому что язык можно выучить Бах-бах! Это и все! Вот тебе чек-лист! Вот тебе то! И ты супер вообще герой! Ну, нет! Ну, нет! Я понимаю, что, конечно, так проще, так легче И это классный дополнительный материал Но все-таки я за то, чтобы у вас было понимание, что язык Это постоянная работа Работа над собой, практика Конечно, с удовольствием Главное, чтобы вам это нравилось Потому что если не нравится, то и не надо этим заниматься И все лайфхаки по заданию 32-38 я раскрою на практике На своем вебинаре, который пройдет 8 августа в воскресенье Мы с вами на практике разберемся, как все это работает И как нам выполнять данное задание без ошибок Обязательно проходите А если вы смотрите это видео, когда вебинар уже прошел То очень рекомендую вам пройти по ссылочке Где-нибудь сюда оставлю в рекомендации Вот, или в описании к видео добавлю Обязательно посмотрите мой вебинар после этого видео Чтобы у вас не осталось никаких вопросов по заданию 32-38 Увидимся